всем привет меня зовут лина и это которых мы с вами продолжаем проходить что у нас тут надо делать дегон кент короче с нами свяжутся походу да так что с нами делал все что что с нами делать что нам делать что же нам делать зарга разведывает да 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 мандалорцы периметр под охраной мандалор было замечено кое-что из крупного зверя но в предвизии лагеря ничего приказано патрули вернулись назад но они готовы продолжить дозор по вашему приказу держите патрули наготове тем временем следите чтобы не было непрошенных гостей как прикажете мандалор чума отозвали свои патрули наши датчики засекли 3 корабля севшие в этой зоне после боя в космосе если кто-то из андеронских военных придет в поисках этого корабли этих кораблей мы не хотим чтобы они нашли нашу базу три корабля мой доски а третий третий не знаю был какой-то грузовод сотни сел не на одну из просек знаю кое-что из губ короче все все померли все померли все померли всем плохо всем плохо все померли и я тут ни при чем они сами я тут ни при чем они все сами они все мне кажется эта вселенная просто до пассива тысячелетиями шла к своему уничтожению ничего не знаю я лишь ее подопнула я слышала вы как надо поработали вайзе мандалор оставит меня здесь за главную пока не завершить свое путешествие если на понятие что-то изменится не пришли вам сообщение хорошо мне теперь можно в запретную секцию нет но мандалор у тебя же есть ключи сто процентов на мандалор и ну ну зайчика давай зло а мне он говорил а чё это ты сюда идешь а зачем тебе сюда надо тебе сюда не надо это это твои личные это да но теперь это наше общее знаешь у нас в общем и такой строй на корабле все общее все боёв компоненты замечательно это вот и от меня скрывал вот это вот все да мандалор мандалорчик орда кондерус заечка ты моя ненаглядная лабораторная станция воспользоваться лаборатория разбираемые хочу ли я что-нибудь разобрать разобрать блять сделал ли стимуляторы разберу-ка я его стимуляторы и при адреналиновый стимулятор разборку предмета вот из рефлекс рефлекс боевой имплантат бдительность до электричество регенерации я и осложения и окушение страх ужас ловкость а это короче что я-то глушение харизма ой обработка ран 25 не нужно дали чтобы имплантант себе сделать на харизму и мудрость интересно интересно и 450 химикатов надо вы что я шва мне богач какой-то здесь химикатами были на обложены вы что у нас тут приличное общество мы не мы красный кристалл а мы что тихо ввели чего какой-то имплантант нет ничего ничего полезного так хорошо здесь нам сказали что нас оставили что точнее мандалор все подготовил и оставил самого сильного за главного мы значит идем в джунгли зачем-то дексана она нам надо видимо очень сильно а эту дождь идет ребят вам тут будь на чеку хорошо вам нормально ребят вообще здесь хорошо я за вас переживая но знаете я бегаю с мандалором и не могу не переживать так мандалорский схрон мандалорец разведчик место посадки на ксане караульные мандалорские руины заблудившийся мандалорец территория закера ага подожди поворачиваем назад скорее всего скорее всего поворачиваем еще назад маршрут перестроен до вашей конечной цели поверните направо-направо еще раз направо до направо-направо и налево эти выпендриться хотела что выучила уже эту вашу карту акации но но нет на меня сегодня кто-нибудь нападать видимо нет она и хорошо не надо нам чтобы у нас нападали посадка на дексане давайте встретимся с атоном обнимемся с ним и поплачу а у нас тут есть а ну направо нам не надо до корабль жагов нам надо налево здрасте дистанционный дроид а точно не что-то стояли в общем шел какой-то там цатый стрим и я попробовала установить вырезанный контент вроде как у меня получилось потому что надпись у меня появилась в меню возрадуемся же потом длина заканчивает игру и оказывается что она проходила без вырезанного контента ну ладно поделать чё поделать обидно конечно что игру поторапливали и таким образом получается не надо ну как они доделали потом ее обрезали все потому что сюжету вон какой интерес получается и пить ну как не такой эпичный как мы привыкли конечно но тоже по-своему душевную за трасса цепляющего правильно цепляющий черный ястреб что ты стоишь явился как приказано мандалор готов отвезти вас на ксане куда нужно решать тебе джедайка этот солдат знает местности может быстрее провести нас туда куда нам надо без нужды прошибать дорогу через стаек эдаков ваш лагерь зачем в лагерь ладно мы видим возвращаемся на черный ястреб я что-то пропустила момент когда мы его значит и сражался в войну против мандалорцев я участвовал в работе для нуж фронта да работал я впрочем техникам но ты боролся на передовой для мандалорцев в этом есть честь я обошелся без вашей мандалорской чести видал я результаты вашей чести абсолютное разрушение пришедшие с вашими воинами и посмотри на них теперь мандалорцы немногим лучше наемничьих бандюков и в чем честь для таких все что их волнует это кредиты на твоем месте я бы подбирал подбирал слова аккуратнее давайте мы не будем копаться прошлом нам надо работать вместе сражались ли за тем чтобы нести страдания и боль покоренным вам народом так оно мог могло показаться тебе но мы сражались не поэтому мы сражались за славу и честь в бою мы всего лишь убивали невинных республика была к нам легкомысленно мы хотели встретить полную силу ее армии нам пришлось подначить ее сражение именно об этом я и говорю если спросишь меня то вы мандалорцы получили как раз да вы что продолжаете я вам сказала перестать поражение это чаще с ним воина мы еще встанем на ноги сильнее прежнего тебя не волнует что твой народ почти уничтожен или жизни ничего для тебя не значат люди умирают на войне что я рад что ты прикрываешь мне спину мы можем оставить прошлое в прошлом вернуться к работе это по мне баадур сегодня разговаривает как человек после бурной пьянки с жутким похмельем потому что у меня что-то погода на меня давит и у меня просто я стою у меня тюнтые круги под глазами поэтому я смотрю на баадур и начинаю говорить вот так моя жизнь за вашу я хотела тебя обучить я готова ко всему учи ее визас постигла обман зверя теперь я понимаю я буду практиковаться в том что вы мне преподали еще и обучить воздействие на разум еще обучить подавление разума еще обучить а все не могу как-то нашла меня ля-ля-ля тополя через силу кто прислал тебя повелитель один эти повелителя на границах космоса блин да мы об этом говорили мы говорили вот то что почему не скипают не не пропадает диалоги которые мы уже обговорили вот за это минус я могу что-нибудь сделать ничего нет вообще ничего нет абсолютно ничего нету у меня в этой игре и в жопу а она блин позу я не хотел говорить о войне но могу ли я вас о чем-нибудь просить чего почему ты решила сражаться вы решили но мое мнение мандалорцев надо было остановить потому что мандалорцы сами говорили про то что я знаю что я потом пойду читать короче лор и пойму что я ошибалась я вот говорила в последних предыдущих сериях про то что вот а там она отрезала себе путь от силы да она отрезала путь от силы о себе контакт с силой перерезала после того как задействовала смертельное оружие ревана и чтобы пережить в общем шок от многочисленного количества умерших людей это была ошибка мне следовало уважать пожелания совета не согласна не очень хотелось вступить великое сражение не согласна ожидая никому не сослужили службы бездействия не согласна не сослужили службы мандалорцам и ситхам мандалорцев надо было остановить я чувствовал то же самое я помню как весть о нападениях мандалорцев прибыла на эридонию у моего народа были колонии по всему внешнему кольцу многие из них были в первых павших системах хороший мотив как и любой другой я впрочем присоединился не потому что хотел защищать я их ненавидел я хотел уничтожить их проявить с ним то милосердие которое они проявили к завоеванным народам я помню тот трепет который меня охватывал когда мы с ним сражались с ними победы были редки но мы праздновали смерть каждого мандалорца вам знакомо это чувство джедаев обучает сопротивляться столь сильным эмоциям я отдалял тебя от бешенства аресталища ну джедаев обучают да я так делать не мог битва словно бы слом почти овладела мной двигала вперед но это куражно теперь она всегда в моем сознании та потеря контроля ослепила меня обратила в оружие мне просто надо было поделиться с кем то есть щиты я на мели а чё ты на мели привет откуда взял это а знал ли ты мандалора когда то ты его знал что случилось и вот вы его понимаете я нет конечно расскажи уэй уэй уязвлен кем что что происходит а я прям слышу как игра пытается просто чистоты своим повелителем что боб 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 и твоим хозяином ну почему у чего ордокандерус был язвлен реваном что значит ты не помнишь потому что не помню глупая кожаная я тоже умею забывать мне нужно дефрагментацию проводить выборочное повреждение памяти короче у нашего т3 выборочное повреждение памяти непонятно кстати почему мандавор не узнал его а чё он кстати будет припоминать робот и робот ну да не все дроиды одинаковы хотя для мандаворца может быть ой господи я могу тебя отличить от большинства он явно недоволен а чё произошло с кандерусом ах давай ремонт попробуем хорошо хорошо дроидс в код черный ястреб я спасибо тебе за помощь заблокировал для защиты прежний хозяин т3 у меня для тебя один последний приказ нас повелитель не об этом а это бастила а мы это знаем вот и бастила это была мне кажется мы по кругу вообще говорим ладно я очки светлой стороны каким-то образом получила я не поняла как блин говори дроиду который вообще-то нас спас перестань снавать по кораблю тебя трудно находить он блин дроид он занимается починкой корабля мне кажется только благодаря т3 у нас держится вообще корабль на плаву привет крэй ответы ладно я пошла я уже с тобой говорила на этот счет мы потом поговорим еще наверное мандалор хороший у вас тут корабль где вы его взяли ммм трудно объяснить на самом деле одно случалось за другим из военного корабля ситхов ясно что ж тогда тебе повезло добыть его это быстрый корабль хороший спори ему найдется что рассказать так тебе нужно было что-то еще мы с ним уже поговорили видимо да так а у нас вот тут находится так ремонт от дроида исходит слабое жужжание звук замыкаемых цепей питания всех систем дроида восстанавливается диагностика н н н 47 активирование запускаю проверки основных систем оценка похоже я подвергся существенным повреждениям и расчленению чувствую каждую трещину в своих мотиваторах а мой центральный управляющий кластер явно принял на себя ряд властенных разрядов с близкого расстояния о грубо почему ты был у нас кладовой я не знаю хозяин любопытно что я там был хотя это место и прям кажется знакомым н ууууууууууууууууу battles Estab intrapole 물а наверное кто-то уже занимался моей пересборкой я мог быть нужен для какой то задачи и в порядке если под порядком вы имеете ввиду утрату почти всех существующих умертвительных протоколов Тогда нет, я не в порядке. Более того, я явно не обладаю дискретным контролем над своим вокабулятором, из-за чего выдаю свой истинный функционал дроида-убийц несравненной изощренности. Кто-нибудь знаешь о том, что произошло? По-видимому, вам известно больше, чем мне. В моих центрах памяти возникли некоторые неполадки. Рефлексия. Конечно, по какой-то причине меня это не тревожит. Я подозреваю, что ранее уже страдал от подобных повторяющихся отказов памяти. Все же утрата моих наивысших боевых и умертвительных протоколов постыдна и унизительна. Ты в порядке? Нет. Ты во многом похож на дроидов, нападавших на меня. Ответ. О, такое невозможно, хозяин. Захоти я убить вас, мы бы не разговаривали. Да и вообще, я уникальная модель. Посчитать, что есть другие версии меня, было бы неприемлемо. Но сейчас уже есть, по крайней мере, четыре вышедших из строя версии тебя. Высказывание. Хозяин, я должен уведомить вас, что вы зря пытаетесь юморить над таким дроидом, как я. Как я уже выразился. Я уникален. Вообще-то есть серия дроидов NHK 50, которым досталась твоя модель и функционал. Мы их уже встречали в разных ситуациях. Покорность. Очень хорошо, хозяин. Раз вы настойчиво попытает их юморить, я уступлю. Дайте мне проверить судовые записи, мы решим вопросы раз и навсегда. Заключение. Вы говорите правду. Это открытие также вызывает у меня некоторую степень гнева и унижения. Ты в порядке? Издевка. В порядке ли я? О, ну да, как же, хозяин. Да, я в порядке. Высказывание. То есть, едва ли меня реактивировали, как я обнаружил, что по галактике шнырят мои бракованные дубликаты, очерняемое доброе имя. Но раз они на деле охотятся на вас, то я очень жду окази встретиться с этими единицами и показать им, что такое настоящие умертвительные протоколы. Заключение. Так что, по-видимому, я в вас на данное время нуждаюсь. Ты дроид-убийца? Цитирование. Да, как я и сказал, я дроид-убийца. Моя первичная функция прожигает дыры в мясных мешках, которые вы желаете устранить из галактики. Хозяин. Ох, как я ненавижу этот термин. Красные мешки? Ответ. Нет, хозяин. Ай, опять я это сказал. Ну, окей, привыкай. Да, хозяин. Не уверена, что мне нравится идея присутствия дроида-убийцы на борту. Ответ. Что ж, не могу сказать, что мне нравится идея быть прихозяина, имеющая сомнение насчет дроида-убийцы в своем распоряжении. По факту, с этим приходит определенное чувство ужаса перед тем, как вы можете вообще... Что? Давай ты не будешь никого убивать для самозащиты. Только... Да, да, да. Вступи в вашу партию. У него уцелела часть умертвительных протоколов, которые позволяют ему наносить больше урона противнику бластерами и винтовками. А! А он злой. Он прям злой и злющий. Как Мандалор. Можно брать, и у меня будет красная патя. Да, только я, вот синяя, просто... Спасибо, что не свечусь. Тут кто-нибудь есть? Тут никого нет. А тут кто-нибудь есть? Привет, зайчик. Да... Научи меня играть в Пазаак. По правилам. Давай правилам. Правила Пазаака в сердце завершенных заданий. Когда вы играете минусовой, вычитается из вашего общего счета. Ничего не понимаю. Ну, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два, четыре, девять... 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 Два, четыре... Два, четыре, девять... пилоты из Мандалорских войн и гражданской войны джедаев с обеих сторон конфликта, все оказались здесь. Когда последняя война окончилась, им стало некуда податься. Война рассеяла очень многих мандалорцев без целей и никем не ведомые, большинство из них едва ли стали чем-то больше, чем налетчиками. Наше, да, суровое место, здесь легко потеряться или кому-нибудь затеряться. Если захотим на время спрятаться от ситхов, то лучшего места не найдем. Что за Наухата? Это значит славная драгоценность на хатском, но не дай названию себя одурачить. Это центральное гнездовье хатов. Наухата такая же склизкая, как сами хаты, вся в болотах и испарениях, и ползают эти следники оттуда, начиная загребать галактику. Поверь, мы и близко к этому месту не полетим, если только не хотим в следующие пару лет отстирывать одежду от Вони. Случит так, будто ты здесь уже бывал. Жди, кто проходил звездные трассы, хотя бы раз заходил в доки Наршадо. Я не захотел бы здесь жить, да и вряд ли кто-нибудь согласился. Сектор беженцев. Не все, кто прибывал, были солдатами. Мандалорцы, джедаи. Давайте сажать черный ястреб. Я заложил курс на сектор беженцев, и мы доспустимся, сможем наконец-то выдохнуть. Нас там никому, ни за что не найти. Звучит зловеще вообще. Вы мне говорили про то, что тут очень легко все запороть. Значит, будем запарывать с огромнейшим удовольствием. Я уже после Мауэка, я уже смирилась к болю в финале. Мауэка Надеюсь, вы слыхали, что на Наршадо прибывает джедай. Пока она ходит в полонию контрабандистов, вредить ей не положено. Обозревайте ее, выслеживайте ее, но тени на ее передвижение не бросать, иначе я брошу ее на ваши. Чего вы должны наблюдать? Мы так долго за ними охотились, а теперь должны ждать? Вы должны, потому что один джедай привлекает другого. Таков порядок вещей. У Гота голова полна безумия. Братя Жак охотится по галактике искать джедаек. Джедай сюда наконец приходит? А нам больше нельзя охотиться? Смысла тут нет. Если хотите жить, вам следует уважать пожелания Гота. Прекрасная джедайка в бегах не один голод. Она не пробудет на этого не вечно. Пускай Жаги ослушаются Гота. А как получу за них награду, оставлю себе их головы. Тебя лучше оставить угрозы невысказанными, Хан Хар. Тебя далеко унесли из мира деревьев. Я слыхала, что твоя даже не получит жизнедолг от маленькой рыжеволосой человечки. Она одурачит тебя дважды. Впереди она под жагом. Ей уже быть мертвее мертвого. Гота, не Гота. Я обращу всю вашу семью в кровавое место. Ваш Жаги, я вам клянусь. Запрос. Если суд на Гота уже не нейтральна территорию и ведомьте нас, когда мы надведем умертвительный протокол и начнем стрелять сейчас же. И начнем стрелять вместе. Будет не разумно допускать здесь насилие. Приказ Гота был ясен. Нам не положено вредить прекрасной джедайке, пока она ходит по наш шадах. Если тарканы нас первыми не нападут, нам разрешено защищать себя. Наблюдение. Джедаи следуют самоуничтожительному пути пацифизма и терпимости. Они не нападут первыми. Это джедайка. Другая. Будет сказал нам оставить в покое джедайку. Это правда. Но он ничего не сказал о компаньонах джедайке. То есть сейчас Атона вот эти вот две хвостатые будут окучивать, да? А он и рад. Дивный аромат разрухи. Это луна. Она кишит жизнью. Здесь сложно находить равновесие. Никогда не бывало в месте, где сила так ярка и при этом так же мертва. Контраст острый, как лезвие. Добро пожаловать на Наршада. Здание на километре уходящее вверх и на миле вглубь и каньоны так широкие, что вниз. На всякий случай смотри под ноги, а то вниз будешь лететь не один час. У нас все будет нормально? Конечно, большинство посадочных площадок здесь ничейные. Или должны быть. Обслуживать их довольно плохо, так что... Ну, то есть, кроме... Ну, короче, репутация у всех одна, так что мы будем в порядке. Я думаю... Тверный ястреб как-то выделяется. Ну, может, самое мало, если посадка здесь значит, что нам не пришлось передавать нашу ID подпись. По сути, пока мы здесь, нам следует сменить эту подпись. Не будем хотя бы такой мишенью на входе в новую систему. Есть проблемы? Нет, но я забыл сообщить ему о нашей посадке. Сектор беженцев, мертвая зона. Никому нет особого дела, кто сюда залетает и вылетает, пока не везет груз, кусочек, который захотят биржа или хаты. Выдвигаться. Давайте выдвигаться. А куда именно мы шли? Имеет значение, куда мы пойдем. Если то, что мы ищем здесь, то мы здесь своевременно придем. А, ага. Если хочешь остаться на корабле и еще помедитировать, мы не будем тебе мешать. Давайте... ...везде Скай Элла. Эти дед джедаи или кого-то еще, кого коснулась сила, будет сложно. Масса народу, суета их эмоций. От них обнаружение сложнее. Но эта луна меньше не становится, пока мы ждем. Этот сектор не лучше других для начала поисков. Что, давай начинать? Ну, раз мы будем искать на луне с парой миллиардов обитателей одного джедая, который они учуют даже нашим, давайте начинать побыстрее. И снаряжение. Да, рынок спереди, спереди. Да, все, пойдем. Давайте пойдем. Ладно, если у тебя есть вопросы, спрашивай. Корабль мы здесь, по идее, можем оставить насколько захотим. За этими посадочными площадками больше не натирать. Вы, вы там? Ой. Вы что, позволили я этому куску хламу зацепиться держателем за мою посадочную площадку? Думаю, он и тут хорошо постоит. О, он и тут хорошо постоит? Ну да, ты права. И под правотой я имею в виду, что ты ошиблась. Говоришь мне, что он тут хорошо постоит. Ты что, губы меня считаешь? У меня другой корабль на подходе. Если только ты не хочешь, чтобы корпус этого куска хламу расплющивать, тебе лучше его убрать. Понятно? Какой другой? Это уже не твое дело. Все, что тебе нужно знать, это то, что они откроют огонь из своих четверенных лазеров, если видишь, что здесь засел твой корабль. Ну так эта биржа мне разрешила. Да? Я об этом слышу впервые. Дай свериться. Да, 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 да. Я обязательно... Да, я все бирже расскажу. А ничего, это не проблема. Дело за тобой, но будет неприятность. Я это чувствую. Ой, давай, Атончик. Давай, давай, сладенький мой, побегаем вместе с вот этим злым роботом. В смысле полученные очки темной стороны? Вы что, игра? Успокойся. Так, бонус защите 9. 3, 5, 6, 6, 8. Угу. Рефлексы, скрытность, ловкость. Рефлексы, давай. Ой-ё. Стойкость, взрывчатка, рефлексы. А, давай спас броски на все и ловкость. Рефлексы, скрытность, ловкость. Так. 1, 4. 4, 11. 4, 13. Давай, 4, 13. Давай, 4, 13. Что-то. Так. Это. О. Рефлексы, ловкость. 3. Так. Атака, бонус к защите, бдительность. Разъем под апгрейды. Рефлексы, ловкость. 5, 6. Ну, 5, наверное, и иммунитет, куча урона я возьму. Ага. 1, 12, да? 4, 12, да? И... 4, 1. И... Ну, вот как-то так, наверное, сохраним игру. Ну, вот как-то так, наверное, сохраним игру. У меня резко прошла темная сторона. Прикольно. Спасибо. Ну, там надо было на мужика. Там не надо было поддаваться. У меня какая-то очень странная пуколка, Атон. Ладно, поехали. Поехали в сюжет. Глянем хотя бы одним глазком на него. Вы слишком далеко забрёв, человек. Вы вас предостерегали о том, что может быть на вашем племени суши. Ноги поломаем. Может, когда забред... Может, тогда забредать не будете. Нет, слушайте, вы не можете держать нас как в западне в секторе беженцев. Нам не выжить. Вы нас просто запятли. Знай свое место, человек. Ваше место там, не здесь. Ммм, еще один человек. На что ты смотришь? А что здесь происходит? Дела биржи, человек. Не для твоей глади, если только не хочешь их лишиться. О, дела биржи? Что ты говоришь? Пускай человек говорит и пускай... Осторожно подбирает слова. А давайте встречу... Встречу с биржей. Сообщите своему работодателю, что кибер... Давайте сообщим всему нашу РАА, что мы сюда появились. Твоими невесомее. Ты хочешь повидаться? Прояви себя. Учинишь неприятие? Так, хорошо. А почему биржи вообще есть дело до этого человека? Сектор беженцев очень большой. Много беженцев из многих миров. Биржи... Короче, беженцы разбредаются без надзора. Зачем держать их здесь? Не твои дела. Уйдите. Очки светлой стороны и я убиваю людей. Ага. Точнее, не людей. Спасибо за вашу помощь. Они бы меня точно изувечили. Почему они тебя вообще... Они работают на бирже, на Куаре, на по имени Висквиз. Он хочет продвинуться в бирже. Единственный язык, который уважает биржи, это деньги. Та, что Висквиз пытается увеличить свою прибыль, используя беженцев здесь на Наршадаа в качестве дешевой рабочей силы. Мы ему полезны только в роли рабов и товара. Он хочет держать нас в одном месте, чтобы были под контролем. Так было всегда. Ну, за вычетом недавнего. Ты имеешь ввиду? Бирже все сильнее зажимает сектор беженцев. Я понятия не имею почему. Она начала похищать людей, вредить. Но все это кажется беспричинным. Где мне найти этого чувака? Не найдешь. Это он придет к вам, если найдет на ту причину. Либо из-за того, что вы можете помочь ему либо потому, что создаете неприятности. В любом случае все плохо. Иди пока новые неприятности не нашел. И зачем? Почему бы вы это не сделали? Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Беженец, беженец. Я видел, что ты сделал с теми головорезами незнакомка. У тебя не найдется пара кредитов? Нет. Прости меня. Но если у тебя найдутся кредиты... Иди. На пять кредитов. А там... Зачем ты это сделал? Подобная благость ничего не будет значить. Его путь уже предрешен. Давать ему то, чего не заслужил, все равно, что сыпать песок в руки. Ничто не предрешено. Пока остается надежда, шанс на искупление дается каждый день. И это будет во благо? Что, если пережив еще один день, он увлечет больше мрак на других? А что, если... Нет? Сила связывает все сущее. Слабейший толчок и малейшие касания издаются среди всего живого эха. Даже благой поступок может иметь более серьезные последствия, чем тебе известно Левит, надав ему то, что он не заслужил, и его сделала мишенью. Ну да, друг. Чужое возвышение часто привлекает взгляды других страдающих. И в итоге ты, наверное, причинишь лишь новые муки. И таков мой для тебя урок. Будь осторожной щедростью и благом. Иначе причинишь больше вреда, раскрыв руки, чем сжатым кулаком. Я все равно буду пытаться помогать. Очень хорошо. Но учти то, что я сказала. Используй свои силы, но в подобающем месте. Получено влияние Крея. А, потеряно влияние Крея. Я не буду переигрывать. Ну, только не тогда, когда... Короче, да, вот. Не буду переигрывать. Не хочу. Буду страдать. Не, ну спасибо, конечно, когда вы делаете мои страдания чуть меньше. Советую. Потому как прокачивать. Но я, если честно, вот, у меня игра вот эти вот ее технические части прям отбили желание какое-то сейфскамить. Я ТТ-32, 32-я модель-помощник, работающий у моего хозяина. Чем я могу вам помочь? 32-я? Да, первая 31-я модель, работающая на моего хозяина Тин, либо взорвались, либо остановили работу, будучи не в силах заряжаться. Это, однако, не вина хозяина Тина, просто он забывчивый. Короче... Что можно купить? Видимо, у хозяина что-то надо купить, да? Ты можешь заменить корабельную ID-кодировку? Могу ли, буду ли, незаконно, людьми из правительства с ботанскими душилками. Не одобряется, одни беды жутки для Тиена. Заплатить, не в оплате. Короче, новая транспортерная карта нужна. Хорошо. А чё, это на продажу? Увеличенный зарядник. Это чисто для дроидов, да? Бластеров. По длине лезвия виброклинки. Бластеры. Бластеры. Ловкость минус 3. Понятно. Короче, мне надо ID корабля поменять, и для этого мне надо добыть какую-то штуку. Зависло. Её закоротило, конечно. А, прошу прощения, одна вещь, пока вы не ушли. Я вот тут подумал, не сделаете ли вы мне одолжение? Я обратил своё внимание на то, что мой предшественник не был опрометчиво уничтожен хозяином Тиеном. Что произошло? После предшествия Дид Грожан отправился в Утиль. Затем его подобрал торговец хламом, механок аннибал по имени Кодин. Грязная тварь, большие клинки, клыки очень неприятные. Что ты хочешь? Я подумал, не могли бы вы его вернуть? Не сентиментальности ради, к слову. У данного вспомогательного дроида есть в ядре памяти кое-что из чертежей хозяина. Вернуть их очень важно. Хорошо. Небольшой дроид астромехани, коричневый слегка потрёпанный. Кодин работает в центральной зоне сектора беженцев. Хорошо. 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 Но, видимо, в следующий раз. Офигеть. Я моргнула и уже прошло так много времени. Давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Я вам буду очень благодарна за поддержку видеолайка и комментариев. Подписывайтесь на YouTube. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи. В зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока. Пока. Пока. П погнали! Сейчас… Какvar director?